Всем привет, с вами Ёжик, и сейчас поговорим о моём новом составчике, вместе с которым я планирую играть в очередной Weekend League, и составчик настолько сильно изменился, что главным его героем теперь является Кларенс Зайдорф. Несколько дней назад главными героями моего состава были Роналду и Бейл, и вместе с ними я вышел в первый дивизион, но им пришлось уйти из команды, и сейчас расскажу почему. А знаете что? Спонсором этого выпуска является компания 1xBet, которая радует меня своей надёжностью, высокими коэффициентами и быстрыми выплатами. Не будем тянуть Ёжа за иголку или Кота за одно место, вот он мой составчик, все 11 игроков сразу перед вашими глазами. Как вы видите, я всё-таки нашёл место для Ван Дейка, и не в последнюю очередь из-за этого я взялся за Кларенса Зайдорфа, при том, что ни разу вам говорил, что люблю игроков ростом 1.90 и выше в центре поля, но мне нужен был зелёный линк к моей красной карточке, поэтому голландец, и я думал между Бэйби Гулитом и Зайдорфом рейтингом в 88, и всё-таки решил попробовать Кларенса, и скажу вам, что пока что он мне очень нравится, технично и в атаке здорово помогает, у него хороший, в принципе, удар, но не скажу, что мне давали возможность пока что этим воспользоваться. Как я докатился до такого составчика? Возможно, кто-то из вас спросит, потому что у меня до этого были и Криштиану Роналду, и Гаррет Бэйл, и Неймар, и Поль Погба, у меня был и Варан, и Куртуа. Многие, короче, игроки, у которых я не скажу на самом деле ничего плохого, особенно там взять Куртуа, Погба, Варан, они очень-очень крутые. Криштиану Роналду тоже действительно классный, и свои там 2 миллиона 100 тысяч он отыгрывает на самом деле, но у меня все-таки не получалось собрать составчик, который будет сбалансированным, и я именно отталкиваюсь от того, что хочу баланса в атаке, чтобы у меня все игроки могли поражать ворота соперников, но вот сейчас взять Мбаппе, Гризмана, Азара и Суареса, каждый из них может забивать, у каждого хороший удар. Конте с Эйдерфом круто выгрызает центр поля, Жорди Альба и Кайл Уокер на фланг защиты в порядке, Александру, наверное, чуть лучше, чем Альба будет, немножечко надежнее, но здесь все-таки Альба мне нравится больше, чем Марселу, Марселу как-то, ну, вообще скорости не хватает, как по мне, не знаю, с другой стороны корпуса там и отбора побольше Марселу, но фиг с ним. Рамос и Ван Дейк, Рамос, конечно, классный, я с ним играл, их парочки с Вананом нормально было, не скажу там, что Рамос хуже, чем Фердинанд, хотя Фердинанд быстрее бежит, но у Рамоса отбор четче, а вот Ван Дейк, друзья, это тот еще вопрос. Пейс 72, это, конечно, не самый приятный момент при ловкости 61 и балансе 49, тяжеловато выглядит Ван Дейк, особенно в плохом коннекте. В самом первом матче сегодняшней уикенд-лиге, где я уже сыграл 4 катки и все выиграл, забегая наперед, я едва-едва вытащил победу на 120-й минуте, и не скажу, что тут особо мне аукнулась скорость Ван Дейка или его тяжесть, но именно в таком матче я начинаю бояться за свою защиту, потому что, ну, и так игроки очень тяжело разворачиваются, если взять даже Канте и Зайбдорфа, то им уже жопа, что говорить о такой вот стене. Но все же, пока выигрываю, думаю, что буду играть себе с Ван Дейком, ну а так-то планирую пооткрывать паков Ultimate Scream сегодня вечером, кстати, приглашаю вас к себе на стрим, надеюсь, что буду его делать, потому что, возможно, вы слышите по голосу, что немножечко приболел, но это меня не останавливает, мы должны двигаться вперед. Возможно, после того, как я пооткрываю Хэллоуин паки и после того, как еще сыграю несколько матчей с Ван Дейком в составе, мне и захочется поменять голландца на кого-то другого, по типу того же очень надежного Варана или Фердинанда, но это все покажет время, пока что есть вот так и играть более-менее приятно. Но, опять-таки, думаю, что классные соперники мне покажут, что тяжесть Ван Дейка это нехорошо. Давид Дхэа, друзья, это тот еще персонаж, на котором стоит остановиться, потому что в этой FIFA я начал играть практически сразу с Куртуа, и большинство проигроков тоже Куртуа используют, но есть и те, кто доверяет Давиду Дхэа. В прошлой FIFA он был имбой, сейчас не скажу, что он номер один, но и не стал бы его списывать со счетов, где-то в топ-3 он, наверное, есть, и весьма-таки хорошо стоит в воротах, и что мне очень нравится по сравнению с Куртуа, это его возможность руками и ногами мяч вводить, вбрасывать, вообще в пас сыграть, потому что у Куртуа с этим вообще проблемы. В этой FIFA на самом деле каждому вратарю тяжело, но таким, как Куртуа деревянным, это вообще забей. Практически каждый второй пас срезается в аут. Но вместе со стилем сыгранности перчатка, все самые важные характеристики для вратаря у Дхэа подтягиваются практически до 99, и только рефлексы на 94, что тоже очень даже хорошо. В общем, более-менее доволен, нормально стоит Дхэа. Ну а в запасе у меня на всякий случай Лос-Ану и Неймар. Кстати, нужно еще сейчас взять в аренду Лео Месси. Вот она, сладкая парочка, Роналду и Месси. И касательно Лео Месси, скажу вам, друзья, что изначально, когда проектировал этот составчик, еще до того, как ван Дейк у меня упал красный, я тут думал впилить баллока в центр поля и Фердинанда в защиту. Ну и тут, соответственно, Варана и Куртуа. Но учитывая то, что я купил себе Зейдорфа рейтингом 88, на Лео Месси мне теперь не хватает монеток так 400 тысяч, поэтому я взял Гризмана. И скажу вам, что не наугад врал с Гризманом. Я немало поиграл в драфтах и его левая нога меня очень и очень радовала. Поэтому сейчас, когда он играет в моем составе, я ничуть не удивляюсь тому, что он и забивает, и ассистирует. Да и вообще каждый игрок моей атакующей четверочкой, Гризман, Бапа и Азар, и забивает, и ассистирует. Это тот самый баланс, которого я хотел, которого я не мог достичь, играя с Криштианом Роналду, потому что мне банально не хватало монеток, ибо один Криштиану 2 миллиона 100 тысяч, это практически вся эта четверочка, грубо говоря. Поэтому я надеюсь, что сделал правильный выбор. Время покажет, уикенлига покажет, и будем стараться играть хорошо. Ну и рассматривался еще вариант, вместо Канте здесь поставить Рабьо, и слева Неймара, а не Азара. Но опять-таки, учитывая мое желание иметь сбалансированный состав, я все-таки сделал выбор в пользу Канта и Азара. Это пока что все, что я хотел вам рассказать и показать. Если вам было интересно, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Увидимся, друзья, до встречи и всего хорошего.